В природе никаких прямых углов нет. Прямые углы появляются, когда человек делает цивилизацию. Природа всегда закругленная, а не прямая. И в кабале всегда понятие круглое – это понятие природного. Понятие прямого – это понятие вмешательства в природу, божественного проведения или человеческого действия и всегда стремление к цели. Потому что природа, будучи круглой, никогда ни к чему не стремится. Если шарик летит, то он под действием силы притяжения падает. Но он падает по причине чего-то, а не ради чего-то. Он ни к чему не стремится, он не стремится к земле. На него воздействуют силы, и так и скаявляется траектория. Но цели у него никакой нет. У силы тяготения нет никакой цели. Вообще у законов природы нет цели. Это цикл никуда не стремящийся. Поэтому все круговращение всего в природе – это рождается, взрослеет, умирает и приходит точно такой же новый. Во всем цикле природном. Потому что природа никуда не направлена. И это представление человека внутри природы, и это представление древнего Египта, в котором Нил ежегодно разливается, и все это постоянство, и все это природность. И вообще в этом смысле Египет просто обожествляет природу. А еврейский подход – ничего подобного. Можно на природу как бы изменить. Есть вектор, и этот вектор в природу вмешивается и начинает ее двигать. И в этом смысле еврейский исход из Египта – это и есть вдруг неожиданно есть вектор. Есть начало, оно к чему-то стремится. Вдруг поставлена цель, задача. А у прежнего никакой задачи не было, никакой цели не было. Цель была сохраняться, но не куда-то продвигаться. И вот это кардинальное отличие иудаизма от любой совершенно религиозной системы другой. Вот в греческой системе есть система древних греков. Там очень подробно описаны разные роли разных богов, то есть разных сил природы. Все очень много, красочно. Теперь спросите, окей, вот я понял, вот скажите, с точки зрения религии древних греков, куда мы должны стремиться, к чему? Ответ – ни к чему. Ну, чтобы было получше, покрасивее, поутонченнее. Но нет никакого, да, есть некое описание идеала, но нет никакого стремления к нему. Для этого мы не должны переделать нашу социальную жизнь, нашу экономическую жизнь, нашу, так сказать, человеческую жизнь. Мы ничего не должны переделывать, мы не должны... Вот у нас нет такой цели, которая поставлена нам в качестве задачи на тысячелетие столетия. Весь подход иудаизма стоит в том, что у нас есть понятие мессии, машеха. Что такое понятие машеха? Это цель, куда должно прийти человечество, куда мы должны его продвинуть. Поэтому и христианство к этому подключено, и марксизм с другой стороны. Ну, есть такая замечательная фраза, что марксизм похож на иудаизм, а к обезьянам на человека. Что он в точности берет, только вместо избранного народа будет избранный класс, вместо прихода машеха будет коммунизм. Ну, вот такая же совершенно схема. Но обезьяна тоже похожа на то, что две руки, две ноги, прыгает, в общем, похоже. И внешне так соответствует. На ногах ходит. Но совсем другое. Так вот, в этом смысле это изменило всю концепцию. Потому что все религии, как это сказать, кармические, они все основаны на том, что есть цикл, а стремления нет, вектора нет. А еврейский подход в том, что человеку поручено изменить мироздание. Вот это и есть самый главный месседж. Исход из Египта, всего этого вектора, задачи поставленной. И вот это все меня поменяло, но вообще все кардинально. В этом смысле христианство – это экспорт иудаизма человечеству.